Привет, друзья! Слушайте, ну здорово, у меня сегодня праздник. Вышла книжка Вредера. Вредера. Национальная идея России. Генератор будущего манифеста. Ну, она таким крупным шейтом написана, чтобы всё было понятно сразу. Да, вот послушайте, самое интересное, что. Значит, здесь написано на обратной стороне. Видите, здесь написано. Запад и Восток, две мировые системы, достигли пика противоречий, порождая глобальные конфликты, войны и эпидемии. Мостом между ними должна стать Россия, и в этом её национальная идея. Миссия России – создать генератор образа будущего для всего человечества, ради выживания и созидания. Как это сделать – в статье известного российского психофизиолога Хоса Ильива. Почему я знаю, как это сделать? Потому что я уже говорил. Вот писатели пишут, философы пишут, психологи пишут, очень много людей пишут о человечности. Это же надо было, я опустился на самое глубину, на самое дно этого вопроса и сказал, каким же человек будет в будущем. И самое главное, что у него надо развивать – системы образования, воспитания и так далее. И за мной же стоит целая школа «Человек будущего». Спасибо вам, мои дорогие, которые помогают мне соображать, каким же человек будет в будущем. Вот картина моя. Так дело в том, что я как раз тот человек, который… Почему мог создать этот механизм? Потому что о человечности. Потому что я науку человечности сформулировал, что надо создать науку человечности. Это очень важный момент, потому что такой науки никогда не было. Это было описано в искусстве, это было описано в литературе, это есть в религии, это есть везде. Но науки такой нету, поэтому сохраняются кризисы и войны. Но даже религиозные адепты конфликтуют между собой. Наука нужна, которая для всех, для всех. И для тех, кто верит, и для тех, кто не верит. Понимаете, это же совсем другой качественно новый уровень наука человечности. Там должны быть критерии, критерии, определяющие, что это наука. И там есть метод научный. Почему? Потому что он не только на войне, как говорится, применялся, чтобы люди выжили. Не только для космонавтов я это создал, для моделирования состояния весомости у космонавтов в земных условиях. И теперь этим пользуются миллионы людей, чтобы снимать страх, снимать стресс, чтобы выходить из этой ситуации, когда у вас тревожность, когда у вас вот этот метяж мысли, эта суета. Когда ты не знаешь, какое принять решение в условиях неопределенности, в цитноте времени. Чтобы ты вместе с тем могло это делать, трансформировать энергию стресса в созидание, в творчество. Выделил вот эти новые базовые основы. Это любовь, это сопереживание, чувство чужой боли. Это способность к сотрудничеству, к созиданию. Но это базовые вещи. Они, конечно, фундаментальные вещи, они везде описаны. Но наука человечности как раз таки, это новое, это разрывает все привычные шаблоны. Люди не понимают, как это может быть. Наука человечности. Они думают, что это этика. Или, допустим, ну это же есть в Евангелии. Ну, Евангелии две тысячи лет. Корану там все религии, им по сотням, тысячам лет. Но науки-то нету о человечности. Поэтому у нас войны продолжаются. И водку пьют, и лекарства нужны, и коронакризисы, и всякие проблемы агрессивности. Да, и образование падает. Поэтому надо, чтобы образование задумывалось в первую очередь. Каким он будет, человек в будущем, и какие качества нужны. Первое, это качество человечность. А вот эта наука нужна для этого. Вот физкультура, например, учебник физкультуры сейчас, да, 10-11 класса, учебник физкультуры. Наша синхрометод, синхрогимнастика из метода ключ. Там уже есть в учебнике. А тебе же нужна наука о человечности, тоже в учебнике, чтобы было. Метод ключ же такой, почему я его создал. Ни один психолог его не мог создать. Ни один писатель не мог создать. Ни один военный человек не мог создать. Ни один... Ну, никто один не мог это создать, понимаете? У меня это получилось, потому что я одновременно писатель, одновременно художник, одновременно я психолог, одновременно я много-много-много и поэт, и там. Ну, короче говоря, мне удалось, потому что я же выводил из острого стресса детей и взрослых в Беслане. И учил потом этому психологов МЧС. Я же как раз таки обучал военных журналистов, которые улетали в горячие точки еще со времен, когда там в Югославии война была. И я же занимался подготовкой спецназов там и так далее. Я же готовил военный персонал ко входу в атомоход в Курск, прежде чем его поднимать. Это же я туда ездил. Я же готовил МАС-500. Я же в Центре подготовил космонавтов сделать модель невесомости, чтобы космонавт в земных условиях мог тренировать эту невесомость, чтобы быстрее адаптировался там в полете. Вот это состояние невесомости, это состояние безмятежности, это состояние легкости, это состояние, когда нет суеты и мысли. Это научный метод, он же зарегистрирован, он официально признан, он утвержден Минздравом, он рекомендован Минобразованием. Первый учебник в виде учебника, азбука, саморегуляции для детей, родителей, педагогов. Там все официально научно и так далее. И самое главное, кроме того, что я выделил фундаментальные базовые качества человечности, вот это состояние человечности, когда любить хочется, творить хочется, сотрудничать хочется, дарить хочется, обнять всю вселенную хочется. Вот это состояние альтруизма, гуманизма, а когда ты находишься в стрессе, у тебя уколы и стрессы, у тебя суета мысли, светло от времени, а тебе надо принять решение. Ты не знаешь, какое решение принять, у тебя страх, напряжение, паника, потом уже депрессия. Так это все научно, я создал этот метод. И поэтому я имею право об этом говорить. Почему я это говорю? Потому что шаблоны это разрывает, потому что по старым шаблонам, вот я это еще сделал для чего, вот я человек уже в возрасте, в возрасте. Я создал эту национальную идею, этот метод ключ, потому что, во-первых, я родился между Западом и Востоком, во-вторых, я определил, что свободы две, а не одна, свобода внешняя и свобода внутренняя. И что поэтому Восток и Запад появились, потому что две половины мозга. И когда Хипплин говорил, что Восток и Запад, они никогда не сойдутся, а Достоевский говорил, душа русского человека открыта всему миру. А как это сделать все? Поэтому нужна наука человечности. Почему я об этом говорю? Потому что я хочу, во-первых, сохранить не только детей, чтобы они развивались, не только чтобы образование поднялось, не только чтобы физкультурой занимались правильно, потому что в учебнике физкультуры профессора Матвеева до 10-11 классов, повторюсь, синхро-гимнастика по методу ключи, там главный вектор внимания совершенно другой, не так, как на физкультуре. Там думать надо во время выполнения упражнений о том, что тебя волнует, а не о том, как правильно их делать. Потому что как правильно это делать, это инструмент. У нас же есть сверхзадача, для чего этот инструмент нужен, чтобы была синхронизация, чтобы эти две свободы, свобода духа и свобода тела, чтобы они согласовали, чтобы психические и физиологические процессы согласовали, чтобы вы были целостны. А когда вы целостны, у вас и открывается вот это состояние человечности. И оно же открывается, когда вы снимаете стресс, эту суету и матижность мысли, и выходите на состояние вот этого бездумия, это состояние нуля, это состояние безмятежности. Ну, в науке сейчас иногда говорят дефолт работы мозга и так далее. В разных религиях это есть. И фана называется, и молитвенная благодать называется, и называется, в буддизме называется методом медитации состояние нирваны. Это же это пустота. Так в этой пустоте ваше эго, ваши шаблоны, страхи, комплексы, стереотипы, подражание обезьяния вот этим авторитетом, оно уходит. И вы в этой пустоте и в этой безмятежности становитесь человеком, да, вы начинаете лучше понимать, чего вы хотите, как этого достичь. И как я говорю, вот моя фраза такая, что в этом состоянии ты наконец начинаешь слышать среди общего мирового, как афонии общего мирового орхестра и своей собственной названию музыку. Ты уже знаешь лучше, как поступить в тот или иной момент. Так это все научное, доказанное, и статистика, и везде помогало, и на воде, и под водой, и в космосе, и в подготовке истребителей, и подготовке спецназов. Я все это делал, я обучал педагогов, психологов и врачей. Десять лет я работал членом правления медицинского профессионального объединения, врачей, психологов, социальных работников у Апинянского. Я просто рассказываю, почему я затеял эту идею, что никто до меня не мог до этого додуматься, что наука человечности нужна. И, во-первых, не только детей, чтобы спасать, не только для того, чтобы они развивали у себя качество человека будущего, изобретательность мышления, чтобы они все могли в светлоте времени, сталкиваясь с неопределенностью, страхом неизвестности, быстро принимать разумные решения. Так послушайте, я хочу не только для детей, я хочу и для нас, и для нашего возраста людей, и хочу всех великих людей сохранить, потому что самое главное не чтобы в возрасте, когда люди мудрые уже, когда они могут поделиться с другими людьми, когда они школы уже имеют. А вдруг я вижу, человек дряхлый становится, главное, чтобы он творческое долголетие сохранял. Вот же в чем дело, потому что человек, который ничего не может, становится только обуздой. Я же для них стараюсь, для всех стараюсь. Наука нужна, да, там критерии, там открыты новые закономерности, новые закономерности, да, повторение снимает напряжение, частота повторения выше, чем выше напряжение, корреляции существуют, да, продолжительность во времени. Меньше делаешь, снимаешь зажатость, блоки, стереотипы, больше делаешь, выходишь на ноль, на чувство безмятежности. Что-то нулевое, как коробки передач автомобиля внутри мозга. Мозг переключается из обычного состояния в трасс, или в состояние сна, со сновидениями, или в сон. Да, это нулевое состояние, которое я назвал раньше нейтральным состоянием, еще в 90-м году в книжке «Плюс себе». Сейчас называю состоянием свободного сознания, да. Ну, вот это, все эти вещи можно читать, смотреть у меня там в Ютубе, смотрите, вот сейчас на вебинарах смотрите, это очень важно. Науку будем создавать, критерии будем определять. Будет наука, несмотря ни на что, чтобы вы сохранили детей и будущее, и сохранили себя в творческом долголетии. Да, потому что одного физического долголетия не хватает. Так вот, теперь у меня друзья, выдающиеся друзья, у меня много друзей. Мне прислал письмо мой друг, да, я как раз-таки очень люблю своих друзей. И он с большим доверием, с большим таким теплым чувством всегда относится ко мне, и я отношусь всегда к нему. Мы знаем друг друга уже, я же еще не жил, а работал на Таганке в Центре защиты от стресса, давно еще. И вот он мне написал, дорогой Хасай, наука о человечности звучит красиво, но вы столкнетесь с рядом проблем. Первым, кто откликнутся, будут представители религиозных конфессий. Они скажут, что наука о человечности – это Новый Завет, Коран, Танах и так далее. И человечности учит Бог. Вторым будут психологи. У них есть наука о душе, психология. Они изучают душу. Третье – политики. Они расскажут о высшей человечности, которая проповедует марксизм, мининизм, путинизм, аизм и так далее. Четвертым – философы. Они расскажут о гениях в истории философии о Платоне, Аристотеле, до Шопенгауэра и Ницше. Они спросят, в чем научный смысл и суть вашей науки о человечности, и кто ее будет описывать и преподавать. Я не отрицаю ваших предположений, но размышляю. Есть ли человечность, оторванная от человека и всей истории человечества? Создали ли вы учебник человечности? Скульптор Григорий Потоцкий, президент созданной им Академией Доброты. Вы что-нибудь слышали о нем? Вряд ли. Правда, сейчас из-за реквима по Есенину его готовы убить. Если удастся, то Академия Доброты отправится вместе с ним с Добротой. Обнимаю вас. С уважением, Михаил Казиник. Ну, Михаил Казиник не только мне это написал, там много-много людей, которым он это пишет, ну, копии такие. Они все это читают, если у них есть время, и получается что? Что вот этот ответ моего друга инициировал меня, чтобы я сказал вот эти слова. Да, наука будет. У меня уже часть этой науки в учебнике для физкультуры для 10-11 классов по физкультуре. Там новая парадигма внимания. Синкро-гимнастика по методу крови. Да, наука будет. Она у меня уже здесь национальная идея, где не только я, а участники школы, человек будущего. И здесь вот как раз и моя картина. Ангел-трубач. Какую бы сейчас национальную идею, кто бы не создал, но такой картинки нету ни на какой другой. И все будут ассоциированы. Психологически. Они вспомнят национальную идею. Ангел-трубач. И здесь маленькая-маленькая. Видите, здесь вот на изображении. Помните у Канта? Звезды над нами и космос над нами. А у нас летающий человечек и полет. Упражнение полет. Звездочка над ним. И звездочка внутри. Я пять лет делаю эту тюрьму. А мы с Федором Макаровым, он редактор этой книжки, 10 лет ее писали. Я много раз на ютубе выступал. Я что говорил? Я говорил, вот мусор появился у нас там. Мусор появился на улицах. Я говорю, мусор знаете почему появился? Потому что есть причинно-следственные связи. Есть, например, наука кибернетики. Винер зачал ее наукой кибернетики. Ну, он описал кибернетику. Хотя и до него это писали ученые, и наши там, и физиологи. Ну, кто интересуется, знает. Там все построено на основе обратных связей. И вот мусор появляется, и безобразие появляется. Если вот, допустим, сверху кто-то неправильно себя ведет, а обратных связей нет между верхним и нижним. Ну, например, раньше говорили, вся власть советов. Сейчас нету, правильно? Нету обратных связей. Поэтому мусор появляется, потом кризисы появляются, потом болезни появляются. Обратные связи. То есть кто знает, что такое кибернетика? Это называется наука управления. Он понимает, что без обратных связей невозможно. Система разрушается. Так точно так же устроен мозг. Между нашим мозгом и нашими органами внутренними и прочее есть внутренние кортика, бат, висцеральные связи, так называемые. Ну, ладно, я вам про это потом расскажу. Просто я хочу сказать, там же смотрят, вот Козеник написал это письмо, и там вот копии, копии, копии там. И Быков там, и Хакамада там, еще и другие. Ну, пусть они читают, пусть они смотрят, что да, наука, наука будет, наука. Во-первых, метод основан на открытиях научных. Как человек любой может быстро снимать стресс, подбирая осознанно себе эти простейшие действия, которые он на самом деле инстинктивно всегда делает, чтобы выйти из страха и стресса, чтобы перейти на состояние творческое. Я не бутылку имею в виду, я не только музыку имею в виду, с которой он может синхронизироваться, и у него происходит снятие напряжения. Это все прекрасно. Кому когда надо, в какой дозе, когда и с кем, да? Я говорю о другом, о научном. То есть есть там методы закономерностей, которые раскрыты теперь, наконец, чтобы любой человек мог, прочитав эту книгу или посмотрев видеофильм, мы вот с Мишенькой можем и видео сделать, прекрасное, и новые фильмы. У него же там сотни фильмов. Вы видите, Михаил Козинник. Прекраснейший, прекраснейший человек. Ну, просто выдающийся. Но таких же много у нас, таких, которые болеют за детей. У него школа тоже называется «Школа будущего». У нас школа «Человек будущего». У нас немножко отличается, потому что мы со всей нашей школы вычисляем, какие у него должны быть качества в будущем, какие способности, и обучаем быть, иметь эти качества способностей, выходить на состояние нуля, обретать свою целостность, в это состояние безмятежности, чтобы в это состояние, когда он озабочен какой-то задачей, и вдруг он, когда выходит на ноль, у него снимаются все комплексы, стереотипы, ну, по существу уходит эго, и в этот момент к той задаче, которую он пытался решить, которая его волновала, подключается весь опыт человечества, потому что человек же не отдельное существо, он часть человечества, и точно так, как человек нуждается в целостности, точно так же и через целостность, и нуждается все человечество. И поэтому интернет развивается бурно и так далее. Но вот когда он выходит на это состояние, к решаемой им задаче, подключается опыт его бабушек, опыт его дедушек, это может так работать, поэтому мы стараемся выйти там в релаксацию, или медитацию, или еще как-то называется по-разному, зен, в исламе фанат, там, слияние с Богом, ну, это много чего там нет. Но так главное, чтобы синхронизация была, чтобы ваши действия совпадали с текущим состоянием. Любое ваше действие, если совпадает с текущим состоянием, снимается напряжение, и возникает безмятежность. Ну, у нас же все это есть. И там это все написано. И все будет. И вы будете смотреть, и учиться. И в школе человек будущего, Homo Futurus, у нас там обмен опытом идет. У нас там много чего. Наши участники, привет всем, создают новые приемы на основе этих принципов ключа, принцип подбора путем перебора, который тренирует, развивает смекалку и творческое мышление вместо принципа подражания. Повторяй, пока не получится. Здесь принцип, если не получается, бросай, ищи, что получается. Совершенно другие подходы. Потому что это ключ в себе. То есть каждый человек может становиться свободным. Да, а творить невозможно не быть свободным. И лечиться невозможно не будучи свободным. И человеком невозможно быть не будучи свободным. Поэтому наука о человечности нужна. И пускай мне сто раз говорят, что это в Евангелии, в Библии или в Коране написано. Ну, пожалуйста, это же написано, кто вам мешает еще науку знать о человечности. И кончайте вы с этим делом спорить. Лучше вместе думать, сотрудничать. Я уже сказал основное кредо. Давайте все вместе сотрудничать, создавать науку человечности. из-за отсутствия которой происходят военные кризисы. А нам всем приходится пить водку и лекарства. Я, правда, честно говоря, много лет не пил. Но я не только о себе думаю. И поэтому человек думает не только о себе. Потому что будешь думать только о себе, один и останешься. Продолжение следует...